Это рубрика обзор материалов и мы сегодня поговорим про маркеры копик скетч Копик скетч Подача чернил? Подача чернил, первая, да, вопрос? Очень хорошо подаются, они и не текут, и не сухие, идеальная подача чернил Как стороной кисточка, так и стороной долото Вообще все супер Так, цветовая палитра Цветовая палитра у копиков очень хорошая, она большая, 400 что ли там цветов И есть сдержанные оттенки То есть есть маркеры, где есть только яркие цвета Но вот у копика это все супер, очень много И ярких цветов, и сдержанных оттенков, таких сложных И есть еще маркеры, у которых проблема с светлыми Что есть только темные цвета, а светлых нет Здесь такой проблемы нет Но это вообще самые дорогие и самые крутые маркеры Так, дальше Дальше, стираются ли надписи со временем? Вот эти надписи не стираются, все отлично Здесь тоже ничего не стирается Ну, относительно всех остальных, конечно, они там через 6 лет могут, наверное, стеряться Ну, в общем и целом, очень удобно Дальше Соответствие чернил к колпачку Да, идеальное То есть, вот что у вас на колпачке, ну, практически идеальное Нарисовано То же самое у вас будет и внутри Да, ну, в маркере Очень долговечное Понятно ли по корпусу, где находится кисть, а где долото Да, вот это у нас долото, вот это кисть Вот так визуально, как только ты берешь, непонятно Да, то есть, здесь какие-то есть значки Но это надо прям всматриваться Значки очень похожи Поэтому я вот так вот маркирую И мне, ну, вот скотчем, во-первых, то, что это мой маркер Во-вторых, мне сразу понятно, с какой стороны мне открывать, если я хочу кисточку Непонятно Да, по корпусу непонятно Качество наконечников Махрится кисточка или нет со временем? Это самые долговечные маркеры из всех Кисточка не махрится Точнее, махрится, но через очень долгое время Единственное, что может случиться с ними Она может закаменеть Некоторые цвета становятся твердыми, как камень Ну, вот прям какие-то, знаете, 5% Очень маленькое количество Но в основном это самая крутая кисточка из всех, что я пробовала Вот она достаточно, то есть, не жесткая, не мягкая Идеальная упругость у нее Есть ли сменные чернила? Сменные чернила есть, да? То есть, можно купить отдельно К этим маркерам Чернила и заправить их Раньше чернила были вот такие вот А теперь вот такие Очень, правда, сейчас это дорого В России покупать чернила для копиков Есть ли сменные наконечники? Да, вот так вот они выглядят Вот это вот для кисточки Ну и вот долото тоже есть сменные наконечники Вот так выглядит долото Это очень удобно, очень классно Дальше Эстетика корпуса В принципе, мне очень нравится Что они, ну, такие лаконичные серые Они не катаются по столу Но если бы они были белого цвета Я была бы больше рада Зато они такой формы Что они очень компактно Умещаются в любой сумке Их поэтому очень удобно носить с собой Удобно ли переносить с собой Большой ли корпус? Ну, вот я уже ответила Да, эти маркеры удобно переносить Корпус у них достаточно узкий И поэтому в одной сумке Умещается очень много цветов Вот, например, тач Вообще неудобно переносить Они слишком толстенькие, да? А вот эти они тоненькие Так, продаются ли в России маркеры? На данный момент продаются Но, насколько я понимаю Сейчас во всех магазинах их распродают Поэтому они уходят с рынка И в России их будет уже не найти У меня много копиков Я их просто корпус-корпус оставлю себе И буду заправлять их, наверное, другими чернила Соответственно, скоро будет невозможно В России купить чернила Невозможно будет купить сами маркеры И расходники, да? Типа наконечников Есть ли в наборах и поштучно? Есть ли в наборах и поштучно? Как угодно Долговечность Самые долговечные из всех Что я знаю маркеры Вот эти копики Они просто по 10 лет Может служить один Ну, по 5 лет Очень долго Стоимость Дорогие То есть почти все у них Плюсы, да? Единственное их минус Что они дорогие То есть Обычно они стоят 700-800 рублей Если всякие акции распродажи Могут стоить, ну, 500 рублей Но дешевле вы их не найдете Только если где-то на Авитосруб Выводы Это мои самые любимые маркеры 90% времени я рисую именно ими Единственное, что так как они дорогие И чернила к ним очень дорогие Я могу заправлять их другими чернилами Например, я заправляю их чернилами скетч-маркер Потому что чернила от копиков очень дорогие Более того, их не найти в России Но все остальное у них идеально Вот Это мои фавориты среди всех То есть, если бы у меня было безлимитное количество денег И если бы в России чернила продавали Без проблем было бы найти от всех цветов Конечно, я бы заправляла оригинальными чернилами Но имеем, что имеем Поэтому копики однозначно да